Здарова, с вами Максим Густарев, и сегодня я покажу топ-10 своих любимых фишек в фотошопе, которые на 100% облегчат вам работу. Поехали! Первая фишечка связана с глобальной прокруткой, оверскроллом. Зачастую, обрабатывая фотографии, объекты, на которые мы должны воздействовать, находятся не в центре кадра, а по краям. И при использовании планшета воздействовать на края экрана достаточно трудно, потому что наша кисть с пером находится в центре планшета. И желательно трансформировать, переместить эти края кадра в центральную часть экрана. Но по умолчанию фотошоп в зуме, вписанном изображении в экран, не позволяет этого сделать. То есть я нажимаю на пробел, у меня открывается инструмент лапка, но передвинуть картинку я никак не могу. Я не могу расположить правую нижнюю часть изображения в центре экрана. За счет этого мне приходится искривлять свою руку и как-то подстраивать ее на планшете. Это неудобно. Выход на самом деле есть. Вариант первый. Мы просто нажимаем на клавишу F и переходим в полуполноэкранный режим. Таким образом мы можем спокойненько сместить картиночку в сторону и произвести нужные нам правки. А еще одно нажатие на клавишу F переведет ваш фотошоп в полностью полноэкранный режим, скроет панель инструментов и слои. На самом деле переводом в полноэкранный режим я не пользуюсь, потому что есть еще один вариант, как открепить нам границы и свободно перемещать холст по экрану. Для этого мы должны пойти в Photoshop, Preferences, Tools. И в открытом окне вам нужно поставить галочку на Overscroll. Теперь наше изображение может перемещаться по экрану без привязки к краев кадра. Но когда вы это сделаете, к сожалению, не будет работать центрирование. Если я смещу картинку в сторону за края кадра и нажму Command 1, она у меня не вылезет в центре экрана. Но опять же выход есть. Нам нужно последовательно нажать Command 0, Command 1. И в таком случае мы увидим фотографию в 100% зуме ровно в центре экрана. Это очень удобно. Вторая крутая фишечка это смена инструментов с зажатой клавишей Shift. К примеру, если я работаю инструментом кисть и мне нужно резко переключиться на микширующую кисть, то мне вместо того, чтобы нажимать на иконку, ждать пока откроется контекстное меню и выбрать новую Mixer Brush Tool, достаточно всего лишь с зажатым Shift кликать на клавишу B. Таким образом я буду переключаться между нужными мне инструментами. Работаю с кистью, далее несколько раз кликаю на Shift B и у меня открывается Mixer Brush Tool. То же самое с лассо. Нажимаю на L, активируется обычное лассо. Зажимаю Shift, нажимаю на L, появляется полигональное лассо. И таким образом я переключаюсь между разными вариантами лассо. Каждый инструмент имеет свою горячую клавишу. С зажатым Shift вы будете как раз перемещаться между подтипами этого инструмента. Третья фишечка, она даже не фишечка, а некий совет. Пользуйтесь Toolbar инструментарием по умолчанию. Для этого мы идем в три точки снизу слева, нажимаем на Edit Toolbar и у нас открывается окно кастомизации вашего инструментария. Здесь вам нужно нажать на Restore Defaults и все, ваш Toolbar обнулится. Зачем это нужно сделать? Многие начинающие фотографы по неопытности работают в инструментариях, предназначенных для дизайна, полиграфии, веб-дизайна. И установить инструментарий по умолчанию стоит только ради того, что все ролики в интернете про Photoshop записаны с оригинальным Toolbarом. Четвертая фишечка касается изменения размера нашей кисти. Мы привыкли, что изменять размер кисти мы можем с помощью горячих клавиш Х и И, но это не совсем удобно. Зажав клавиши Ctrl, Options на маке и левую кнопку мышки, мы можем перемещать мышку влево и вправо, тем самым изменяя диаметр нашего пера. Двигая мышку вверх и вниз, мы будем с вами менять ее жесткость. Пятая фишечка — это использование уникальных клавиатурных сочетаний, которые вы должны запрограммировать сами. К примеру, я покажу вам два клавиатурных сочетания, которые для меня являются ну просто must-have. Первое клавиатурное сочетание я запрограммировал его сам через клавишу Shift, Command, R. Это сочетание позволяет создать на активном слое маску. Это экономит просто тонну времени. А второе клавиатурное сочетание на Shift, Command, E — это глобальное объединение слоев с сохранением всей информации в один единственный background слой. Как я это сделал? Опять же, мы должны с вами пойти в Edit и открыть Keyboard Shortcuts — клавиатурные сочетания. Здесь вы увидите огромное количество различных меню, функций и процедур, в каждой которой вы можете присвоить уникальное клавиатурное сочетание. В качестве примера давайте перекинем клавиатурное сочетание с объединением видимых слоев в объединение слоев глобальное, Flatten Image. Ищем наше видимое объединение слоев, Merge Visible, и устанавливаем в Flatten Image наше клавиатурное сочетание Shift, Command, E. Photoshop, конечно же, ругается, что такое клавиатурное сочетание уже используется в функции Merge Visible объединения видимых слоев, но так как мы им пользоваться не будем, я хочу объединять все слои, даже невидимые, в один единый слой, я просто нажимаю Accept, у меня уходит клавиатурное сочетание с Merge Visible, и теперь Flatten Image быстро можно вызвать за счет сочетания Shift, Command, E. Шестая фишечка — это изменение непрозрачности кисти с помощью цифр на клавиатуре. К примеру, если мы будем работать инструментом осветлитель на нашем изображении, для определения силы воздействия нашего инструмента мы можем менять процент экспозиции. Это неудобно делать мышкой, намного удобнее делать это цифрами на клавиатуре. Если мне нужно воздействовать с 10% экспозиции, я просто нажимаю на единицу. Если сейчас мне нужно воздействовать с 60%, я просто нажимаю на шестерочку, и экспозиция меняется на 60%. Если, к примеру, мне нужно поставить процент экспозиции 5%, мне достаточно кликнуть последователь на клавиатуре 0,5. Таким образом экспозиция будет выставляться на 5%. Следующая фишечка связана с выбором варианта цвета пробы. В предыдущем видео я показывал, как создавать нейтрально-серый слой для того, чтобы видеть только светотеневой рисунок на картинке, чтобы легче было ретушировать. Но на самом деле это можно делать без создания корректирующих слоев. Для этого мы с вами должны отправиться в верхнее контекстное меню, нажать на View, Proof Setup и Custom. В данном окне нам нужно с вами выбрать Device to Simulate, то есть тот цветовой профиль, который мы хотим с вами симулировать, Dot Grain 25%, то есть точка серого 25% и нажимаем ОК. Теперь при сочетании клавиш Command Y мы будем включать вариант цвета пробы и у нас картинка будет становиться черно-белой. Но на самом деле она всего лишь будет отображаться в черно-белом виде, она будет оставаться цветной. Это всего лишь некий профиль, который симулирует цветовое пространство. Вы это увидите в названии файла наверху. Когда я нажимаю на Command Y, у меня после слэша появляется мой цветовой профиль, Dot Grain 25%. В черно-белом варианте мне намного легче воспринимать текстуру, свет-теневой рисунок на лице своей модели, ретушировать. И потом в любой момент я могу также нажать на Command Y и выключить черно-белое отображение, вернувшись к цветной картинке. Следующая фишечка связана с вашим восприятием яркости изображений, которых вы готовите к интернету. Дело в том, что когда мы работаем с вами в инструментарии фотошопа, мы анализируем цвет картинки, опираясь на яркости самого интерфейса фотошопа. А как вы видите, интерфейс фотошопа достаточно темный. Если мы с вами откроем, к примеру, интерфейс социальной сети ВКонтакте, то мы увидим то, что это белый фон, очень яркая подложка. И, скорее всего, фотография, которая нам казалась нормальной по экспозиции в интерфейсе фотошопа, покажется слишком темной на фоне белого интерфейса ВКонтакте. Чтобы проверить то, как будет смотреться ваша фотография на светлом интерфейсе, лучше всего нажать правой кнопкой на бэкграунд вашего изображения и выбрать здесь светлое отображение, к примеру, light gray. На светлом фоне ваша картинка может визуально вам показаться намного значительно темнее. В качестве проверочного цвета вы можете вообще взять исключительно чисто белый цвет. Правой кнопкой мыши нажимаете на бэкграунд, выбираете select custom color и выставляете белый цвет. Таким образом, ваша фотография будет находиться на белом фоне, и вы лучше будете определять, видеть ее яркость, какой бы она была, при восприятии вашей фотографии в социальных сетях с ярким оформлением. Девятая фишечка — это свободное вращение вашего холста. К примеру, если вы работаете инструментом осветлителя, либо работаете кистью и что-то ретушируете, как правило, ретушь происходит некой штриховкой. Вы движете кистью либо сверху вниз, либо снизу вверх, но, как правило, это происходит по определенным линиям. Если вам нужно что-то нарисовать в другой ориентации линии, лучше всего просто-напросто развернуть сам холст. Для этого нам нужно нажать на клавишу R. Таким образом у нас активируется инструмент вращения холста. И, зажав левую кнопку мышки, мы можем с вами вращать холст, его поворачивать, разворачивать. Физически он меняться никак не будет. Это всего лишь визуализация, которая позволяет вам отобразить изображение на экране в немножечко другой ориентации. А для возврата фотографий к первоначальной ориентации достаточно зажать Shift и направить север в верхнюю часть экрана. Таким образом ваша фотография ориентируется в первоначальном варианте. Ну и заключительная фишка актуальна при работе с корректирующим слоем кривые. Давайте с вами создадим корректирующий слой кривые и увидим, что помимо RGB композитной кривой мы можем работать с каналами. На самом деле в каналах можно сделать огромную часть цветокоррекции. И чтобы вручную мышкой не переключаться между каналами, есть элементарное клавиатурное сокращение. Options 2, 3, 4, 5. Options 2 открывает RGB композитную кривую, Options 3 открывает красную кривую, Options 4 зеленую и Options 5 синюю. В таком виде переключаться между каналами намного удобнее и быстрее. Йоу, я надеюсь эти фишечки окажутся для вас полезными. Ну а в качестве благодарочки от вас лайк и подписка на канал. Ну а касаемо новостей, я наконец-то вернулся домой, приехал в Москву. И через пару дней мы стартуем в новое путешествие. Уже едем в Питер, в Карелию. В Питере у меня будет некоторое количество съемок, с которого будет, опять же, огромное количество бэкстейджей, PSD-шек, равок на моем Патреоне. Если вы находитесь в Питере, обязательно пишите мне в ЛС, можем с вами пересечься, поговорить о фотографии, либо позаниматься фотографией индивидуально. В общем, следите за новостями. Обязательно подпишитесь также на мой Инстаграм. Там в режиме реального времени я буду рассказывать все, что будет происходить. Ну а в Карелии будет классное путешествие, в котором я допишу обзор на очень классную камеру Sigma FP. Это самая компактная кинокамера Full Frame на данный момент. Ну а после я возвращаюсь опять в Москву и начинаю пилить контент на YouTube. Поэтому ожидайте, под конец августа у нас будет просто море, тонна новых видео. До встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok